Добрый день, дорогие друзья! Гость сегодняшней редакции Регнум, информационной агентства Регнум, ярославский политолог Александр Славович Миклин. Добрый день, Александр Славович! Здравствуйте, Александр Славович! Давно не виделись. Я договорился с Александром Славовичем поговорить немножечко о тех процессах, которые происходят, политических процессах, которые происходят в Ярославской области. Ну и самое главное, что так получается, я так понимаю, что фактически в Ярославле дан старт выборной кампании губернатора. Правильно я понимаю? Да, конечно. То есть он дан в день проведения госсовета и приезда президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Правильно я понимаю, Александр Славович, что приезд Владимир Владимировича, это можно воспринимать как факт того, что Кремль, скажем так, определился со своим кандидатом. Это уже подтверждение того, что Кремль определился со своим кандидатом. Кремль определился со своим кандидатом, когда Дмитриевича сюда направляли? Ну там были, наверное, варианты. Значит, но тем не менее определился, когда президент подписал назначить его обязанности, исполняющий обязанности губернатора Российской области, такого-то, такого-то. А теперь это еще и подтвердили. Более того, в этот раз это не просто бумажка, да, что назначаем того-то, того-то. Президент приезжает, говорит об инвестиционных проектах, встречается с представителями трудовых коллективов, крупных предприятий, да. Значит, посещает вокомотив, говорит о спорте, проводит заседание госсовета, встречается лично с исполняющим обязанности губернатора. Ему, президенту докладываются наметки по социально-экономической программе развития региона. Да, конечно, то есть это содержательный старт. Если назначение Дмитрия Юрьевича, ну просто назначение летнее, да, это предварительный старт, то сейчас это уже содержательный старт избирательной кампании. Как ты считаешь, причины этого решения, это что? Это значит, это какая-то оценка, допустим, по итогам 100 дней? Нет, это поддержка, я понял тебя, Александр Анатольевич. Нет, это поддержка. Это подтверждение того, что да, этому человеку я доверяю, да, этот человек должен вести порядок в регионе, да, с этим человеком можно связывать перспективы Российской области. Можно ли говорить, что новая команда губернатора Дмитрия Миронова, да, и он сам контролирует региональные элиты, контролирует регион? Нет. На данный момент, значит, сейчас происходит, скажем так, осуществление этого контроля, подход к этому контролю. Как можно говорить о том, что команда Дмитрия Юрьевича контролирует регион, если только что они находятся в процессе получения этого контроля? Только что события в Тутаеве, да, по, значит, изменению системы управления, да, Тутаевским районом. Только что арестован господин Кошурников, да, Переславль. Да, на сегодняшний день не определена до конца схема управления городом Ярославлем, да. Поэтому говорить о том, что все, вот они пришли, тут же все элиты на их стороне, и произошла консолидация элит, да. Мы несколько раз с тобой говорили, Анатолич, на протяжении последних лет, значит, о том, что у нас, ну, слово, элиты все развалены, да. То есть, атомизированы, разобщены и так далее. То вот этот процесс, президент назначил Мироновой, и тут же все элиты объединились. Нет. Этот процесс будет длительный. Команда Мироновой, он сам будет либо формировать новые элиты, либо переделывать их под себя, либо привозить новых людей, а не забываем, что они варяги, да, и тоже их инкорпорировать в местные элиты. То есть, это процесс длительный. То есть, дай бог, чтобы они вышли на финиш избирательной кампании на лето, вот, каким-то элементом консолидации элиты. Смотри, какая вещь. Президент Путина, фактически, президент поддержал, сказал, да, это мой человек, я его поддерживаю. Ну, фактически, он будет здесь губернатором. Содержательная часть, содержательная часть начавшейся предвыборной кампании, это новая программа социально-экономического развития. Ее основные тезисы, которые войдут в нее, да, по которым будет она сформирована, потому что ее, как таковой, сейчас еще нет, Дмитрий Юрьевич Миронов озвучил на встрече с общественностью, да, причем, вот, опять же, было достаточно красиво, во-первых, было все так по-кремлевски, да, во-вторых, да, солидно, во-вторых, это прозвучало, очень было такое интересное, да, я губернатор, вот, у меня есть председатель правительства, я даю поручение на основании таких-то, таких-то, таких-то вот критериев, да, таких-то особенностей разработать эту программу. Ну, Дмитрий Юрьевич, он ведь у нас недавно приехал в Ярославль, а мы здесь, в регионе, уже много всяких различных программ видели, все-таки, твое мнение, да, не будем ерничать и будем говорить серьезно, действительно, эта программа, ну, по крайней мере, на уровне тезисов, она чем-то принципиально отличается от того количества, которых мы уже здесь видели, да? Конечно, принципиально, у нее одно принципиальное отличие, помнишь, как несколько лет назад все чиновники подпрыгивали на программу Сергея Николаевича Ястребова, там, 80 лет региону или 20-20 программа, то есть, ну, мы немножко с тобой зубоскалили, да, что, а я тебе поясню, почему мы зубоскалили с тобой по этой программе, а она не была подтверждена источниками финансирования ни из федерального бюджета, ни из федеральных программ, Сергей Николаевич Ястребов не мог, мы зараньше это с тобой понимали, не мог добиться финансирования этих программ, мы, наоборот, за последние годы вылетали из разных федеральных программ, начиная от ЖКХ и заканчивая укрепительными работами, а для нас это актуально, у нас Волга по всей области протекает, ну, больше половины регионов, районов, поэтому, какая бы ни была, давайте честно скажем, у нас же без дураков, да? Значит, какая бы ни была программа у Дмитрия Юрьевича Миронова, она имеет в бесконечный раз больше шансов быть исполненной, потому что за ним стоит президент, следовательно, правительство, следовательно, федеральная программа, федеральный бюджет и так далее. То есть, он сможет эту программу, опираясь, ну, на свою биографию, да, опираясь на поддержку президента, он сможет элементы этой программы согласовать и реализовать. Смотри, какая вещь, как я тебя понимаю, да, и с чем я абсолютно согласен, вся разница между теми программами, вообще, все программы популистские, так или иначе, да, то есть, они все рассчитаны... А мы же с тобой только что сказали, что еще и выборы нам предстоят, конечно. Все программы в определенной степени это популизм, они содержат популистские тезисы, но вся разница их заключается в том, одни реализуемы, другие не реализуемы. У Дмитрия Юрьевича Миронова великие шансы, что он сможет их реализовать. Хоть что-то реализовать, да, почему? Потому что, так или иначе, поддержка Путина должна быть не только, скажем, номинальная, да, такая формальная, но она должна быть подтверждена, экономически подтверждена. Здесь вот какой момент, мне хотел обратить твое внимание и поинтересоваться. Смотри, я очень много сейчас слышу различных вариантов инвестиционных проектов. Мы говорим о том, о проекте Крабулинской развязки, мы говорим там, о онкологической больнице, да, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Не получится ли здесь вот какая ситуация? Реализация супермасштабных инвестиционных проектов, да, инфраструктурных проектов на территории Ярославской области на фоне общего обнищания, снижения уровня жизни, скажем так, ярославцев. Не обнищание, не снижение. Ну, я, да, вот как раз не буду такие либеральные, да, наши тезисы либеральных друзей произносить, но тем не менее, снижение уровня жизни Ярославцев, не получится ли обратный электоральный эффект? Нет, не получится. Мы, по крайней мере, вспоминая крупные инфраструктурные проекты, к сожалению, я могу их вспомнить только при Лисицыне, да, губернаторе, они или мост, значит, или арена, они давали загрузку строительным предприятиям, рабочие места, налоги и так далее, и тому подобное. Они все равно немножко, у нас не очень большой регион, ну, мы не Свердловск, они все равно немножко встряхивали регион, и сюда приходят деньги. Деньги, которые приходят, что на Карабулинскую развязку, поверь мне, что на больницу, они все равно остаются в регионе, потому что люди получают зарплаты, люди получают контракты на выполнение этих работ, с этих денег получаются заработные платы, покупается продукция, продукты и так далее. Если деньги останутся в регионе, я тебе другой вариант приведу, тысячелетия, у нас деньги, у нас самый главный подрядчик кто был? Совсем не Ярославский. Этот аэродромстрой, как его отстроили, тогда называли, значит, да, поэтому, но это другой вопрос, который ты мне задал, то есть, я тебе отвечаю, что когда приходят любые деньги, они начинают, ну, по экономическому кругу двигаться, да, то есть, проецироваться на все сферы экономики. А вот другой вопрос, кто будет подрядчиками и как это будут проходить деньги? Если они будут оставаться в Ярославле, ну, в Ярославской области так, то ярославцы на выборах будут приставать и аплодисментами хлопать Дмитрию Юрьевичу. А если они через, извини уж, через варяжские структуры уйдут, ну, в другие регионы, либо в Москву, то, конечно, Дмитрию Юрьевичу аплодировать не будут. Картинка-то будет, а в кармашках-то ничего не останется. Ну, понимаешь, у нас же опять же с тобой по чесноку, да, мы честно говорим. Ты все перепутал, Александр Славович, у тебя все смешалось, и по чесноку, и по дураку. А мы, что, без дураков или по чесноку, да без разницы. Значит, понимаешь, ты абсолютно прав, такая опасность есть. Вот, но с учетом того, что все-таки предстоят выборы губернатора, я думаю, что Дмитрий Юрьевич прекрасно понимает эту опасность и выберет, ну, оптимальный вариант. Дмитрий Юрьевич, вот, кстати, вчера очень интересное фото увидел, первый раз увидел фото, где он улыбается. На самом деле, очень интересный, живой человек, но, тем не менее, он варяг. Насколько для иеросфалцев, ну, не было еще такого, да, в принципе, регионы, мы говорим, что регионы все время руководили, так или иначе, выходцы из Рыбинска, но все равно это свои. Это варяг. Существует ли у варяга, в твое экспертное мнение, какой-то электоральный потолок? Насколько это критично? Ну, с тобой, ты вот меня поправил, значит, без дураков, я вспомнил. Я вспомнил, ты просто давно меня не приглашал. Поэтому я даже забыл название программы. Без дураков у нас, они по чесноку. Значит, а помнишь, мы с тобой говорили несколько лет назад в этой же программе о том, что такими темпами развала города и региона мы скоро получим варяга. Говорили мы с тобой? Говорили. Говорили. Говорили мы с тобой, что если вот эти политехнологические изыски не закончатся, то мы получим варяга вообще силовика. Говорили? Говорили. Накаркали. Но это проблема элит. А мы с тобой говорим сейчас. Мы говорили с тобой именно то, что тот разброд и шатание, который происходит в регионе на уровне власти, на уровне элиты, да? То есть неизбежно приведет к приходу варяга. А в худшем варианте для элит, ну, коррумпированных и варишек, получим силовика. Не уходи от вопроса. Все-таки, как ты считаешь, ярославцы способны голосовать за... Был в свое время вопрос, способны ли американцы сделать афроамериканца своим президентом, да? Были разные точки зрения, да? Вот я тебе просто ответил, да. Способны? Да, способны. Ну и давай, чтобы не затягивать этот весь процесс, значит, последний, наверное, к тебе вопрос. Способны, возможно ли на этих выборах конкуренции? Хороший какой вопрос. Мне трудно на него ответить. Как бы не наврать, а? Некому сыграть будет против Дмитрия Юрьевича, если он разумные шаги продолжит, в том числе по программам социально-экономического развития, по подрядчикам, опираясь на президента Путина. Некому будет, прямо в камеру смотрю, некому будет сыграть против Дмитрия Юрьевича. Единственный возможный способ – это какая-то политехнологическая программа «Монополька», да, вырастить ему кандидата. Но что-то я сомневаюсь, что реальная альтернатива Дмитрия Юрьевича будет. Представители некоторых политических партий обязательно выставят своих кандидатов, но поучаствуйте. Не победить, а согреться, да, то есть, ну, это стандартная схема, вот. А альтернативы нет, не вижу. Забираю свои слова насчет последнего вопроса. Ты меня навел еще одну мысль. А партийная принадлежность кандидата, вот, в этих выборах, то есть, ну, прекрасно понимаем, что, ну, Дмитрий Юрьевич, скорее всего, будет выдвинут партия «Един Россия», да? А регион у нас достаточно проблематичный в этом отношении. А Дмитрий Юрьевич, да, Дмитрий Юрьевич, понимая твой вопрос, уже давно общаемся, я думаю, Дмитрий Юрьевич пойдет под лозунгом «Мало ли какая партия выдвинула, я губернатор всех ярославцев». То есть, опираться, конечно, он будет на центр и на патриотические силы. Сто процентов он не будет опираться на либеральные, ну, ничего страшного. Будет завоевывать любовь или уважение? Судя по вот его биографии и внешности, уважение. А любовь у нас тут уже, скольких мы с тобой проводили, дорогой, такой вот, который завоевывает? И все по любви, и все по любви, слышишь? И принимали по любви, и провожали без любви, ну, хватит. Давайте уже как-то посерьезнее. Давайте к уважению, к уважению. Никак не успокоится Ярославская область. Все думаешь, когда все это закончится и когда будет спокойствие, да? Нам с тобой на наш век хватит еще на приключение. Спасибо тебе за разговор. Не будем затягивать. Всего хорошего, дорогие друзья. Алексей Яковлев, Александр Миклин в гостях в информационном агентстве «Райгман». Всего доброго, спасибо. До свидания. Алексей, и тебе спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok